приветствую вас уважаемые друзья на нашем канале new technology надеюсь что все встретили новый 2020 год и никто не остался в старом 2019 со стороны нашей команды хотим пожелать всем прежде всего здоровья мира достатка новых свершений радости любви и конечно же оставаться с нами каналом new technology и так уважаемые друзья начинаем новый год с обзора новинок от компании samsung которая не стала дожидаться открытия выставки этого года и уже сделала мировую премьеру смартфонов galaxy s10 lite и galaxy note 10 lite удешевленных вариантов уже хорошо знакомых нам прошлогодних флагманов galaxy s10 и galaxy note 10 надо сказать что в этом году samsung пробует расширение модельного ряда за счет облегченных версий light когда покупатель может выбрать модели с хорошей производительностью но упрощенными техническими характеристиками насколько стратегия samsung будет интересно для потребителя покажет только время но а я сразу скажу что так как аппараты были только представлены то видео будет не так много за что приносим свои извинения но чего будет действительно более чем достаточно так этой технической информации и так уважаемые друзья спереди galaxy s10 lite и ноут 10 lite выглядят абсолютно идентично кроме пожалуй глазка фронтальной камеры здесь видно разница в размерах что касается всего остального то обе модели оснащаются 6 7 дюймовым super amoled плюс экраном infinity o с разрешением 2400 на 1080 точек что даст плотность пикселей 392 на дюйм есть автоматическая регулировка яркости фильтр синего света возможность выбрать насыщенные цвета и функция always on display которая поддерживается здесь в полной мере также отмечу соотношение сторон 29 защиту стеклом gorilla glass 5 поколения и хорошее леофобное покрытие сами экраны не имеют каких-либо изгибов это обычные плоские матрицы датчик отпечатка пальцев писан сам дисплей и как заверяет samsung работает быстро и реагирует на нажатие даже при заблокированном экране теперь уважаемые друзья поговорим о камерах основная камера galaxy s 10 light имеет несколько модулей это 48 мегапиксельная матрица с технологией quad buyer при которой 4 пикселя объединяются в 1 апертура f2 и углом обзора 77 градусов второй модуль на 12 мегапикселей с апертурой f2 и 2 и углом обзора 123 градуса и третий модуль на 5 мегапикселей с апертурой f2 и 4 для макросъемки сразу скажу что в третьем модуле нет автофокуса нужно просто навести камеру на объект съемки с расстояния 5-7 сантиметров и ловить момент резкости на фотографии что касается остальных настроек можно отметить присутствие автофокуса оптической стабилизации живого фокуса режима ночь замедленной съемки и как и в линейке ноут при записи видео доступно усиление звука при зумировании также отмечу запись видео 4к 30 кадров в секунду что касается аппарата galaxy ноут 10 light здесь также три модуля основной камеры с одинаковым разрешением 12 мегапикселей но разным предназначением один широкоугольный модуль имеет апертуру f2 и 2 и угол обзора 123 градусов второй модуль с апертурой f1 и 7 и углом обзора 77 градусов и 3 телефото объектив заявлен с апертурой f24 и углом обзора 45 градусов настройки в принципе такие же как и в galaxy s10 light единственная запись видео 4к здесь будет 60 кадров в секунду теперь уважаемые друзья поговорим о фронтальной камере она одинакова для обоих аппаратов это разрешение 32 мегапикселя с апертурой f2 и 2 размер пикселя составит 0,8 микрон что говорит о технологии объединения 4 пикселей в один в условиях слабого освещения автофокус отсутствует но есть множество различных дополнительных эффектов также эффект баки широкий угол и функция распознавания лица для разблокировки смартфона еще одна фишка смартфона galaxy s10 light это его процессор snapdragon 855 сам чип построен по 7 нанометровому технологическому процессу и использует 8 ядер одной из которых cortex a76 с частотой 2,84 гигагерц два ядра cortex a76 с частотой до 2,42 гигагерц и четыре ядра cortex a55 с частотой 1,8 гигагерц что касается galaxy note 10 light то в него поставили родной exynos 9810 здесь чипсет построен по 10 нанометровому технологическому процессу и использует 8 ядер 4 из которых cortex a76 с частотой 2,7 гигагерц и четыре ядра cortex a76 с частотой 1,7 гигагерц в данном случае используется видео ускоритель mali t72 mp18 в обоих аппаратах будет предлагаться оперативной памяти 6 или 8 гигабайт формата lpddr4x и 128 гигабайт встроенной памяти формата ufs 2.1 учитывая что внутреннюю память можно расширить картами памяти объемом до 1 терабайта то проблем где хранить информацию просто не будет плюс вместо samsung cloud используется облако от microsoft где дают 15 гигабайт места бесплатно по результатам оценочных тестов и один аппарат и второй набирают достаточно хорошее количество баллов теперь уважаемые друзья поговорим о внешнем виде аппаратов которые получили корпус из стекла gorilla glass 5 поколения и укрепление по торцам алюминиевой рамой назвать дизайн этих смартфонов уникальным крайне сложно это привычные прямоугольники конструкция которых больше схожа с китайскими флагманами блок основных камер прямоугольный и слегка выступает над тыльной поверхностью аппаратов на левой боковой стороне находится комбинированный слот для nano sim card или 1 nano sim и карты памяти на правой боковой стороне находится спаренная клавиша регулировки громкости а также кнопка включения и выключения на нижнем торце мы видим динамик а также юсб тайп си разъем по двум торцам располагаются микрофон из системы шумоподавления а вот 3 5 миллиметровый аудио разъем будет доступен только версии galaxy note 10 lite и в этой же версии будет еще и разъем для s pen на нижнем торце перо отличается по цвету в зависимости от того какого цвета будет сам корпус s pen получил новый тип аккумулятора и заряжается менее чем за минуту после чего можно использовать стилус около 10 часов для команд по bluetooth правда но у 10 есть управление жестами воздухе а вот в light версии их убрали в настройках s pen можно выбрать свои действия для жестов ручка поддерживает 4096 степени нажатия и разный наклон написания есть возможность создать быструю заметку при заблокированном экране и тут же сохранить эту информацию но и устройство сообщит вам когда вы удаляетесь от s pen чтобы вы не забыли ручку также оба аппарата лучше не ронять воду так как у них отсутствует защита от воды что касается звучание уважаемые друзья то следует отметить наличие функции dolby atmos и возможности самих процессоров в этих смартфонах а вот fm радио будет присутствовать только galaxy note 10 lite оснащены оба аппарата программным обеспечением android 10 с фирменной оболочкой one ui второй версии можно отметить систему которая сама автоматически меняет цвет шрифта зависимости от картинки на экране сама шторка получила изменения есть наличие бокового меню с помощью которого можно настроить разные панели функция быстрых ярлыков для запуска приложения в одно касание и много других интересных фишек в обоих аппаратах стоит батарея емкостью 4500 миллиампер часов который хватит на сутки при средней загруженности обоих смартфонах есть режим энергосбережения также быстрая зарядка на 15 ватт поможет зарядить батарею за 95 минут в то же самое время как 50 процентов заряда вы можете получить всего за 20 минут к сожалению в обоих аппаратах и нет беспроводной зарядки сети представлены 2g 3g 4g lte у волки и беспроводные интерфейсы это модуль wi-fi 802 11 с окончанием эйси работающий в двух диапазонах из особенностей аппарат может запоминать где вы пользовались wi-fi и автоматически подключаться к сети есть bluetooth 5 версии где присутствует возможность одновременного подключения двух гарнитур или других звуковых устройств и возможность выбрать приложение это в каких подключенных bluetooth устройствах будет воспроизводиться звук но и отмечу еще многофункциональный модуль nfc с возможностью оплаты как samsung pay так и google pay за навигацию отвечает системы gps бейду галилео и двухдиапазоны gps размеры аппарата galaxy note 10 light составит 163 7 на 76 и 1 и на 8 и 7 миллиметра при весе 199 граммов размеры аппарата samsung galaxy s 10 light будут 162 и 5 на 75 и 6 и на 8 и 1 миллиметра при весе 186 граммов комплект поставки войдут сами смартфоны зарядное устройство с usb тайп си кабели проводная стерео гарнитура скрепка для извлечения лотка под сим-карты техдокументация и для версии samsung galaxy s 10 light будет доступен еще и переходник для 3 и 5 миллиметрового аудио разъема что касается galaxy note 10 light он будет предлагаться в трех расцветка корпуса это черный красный и белый его цена составит 650 евро galaxy s 10 light будет иметь также три цветовых решения корпуса это черный синий и белый он оценивается в 580 евро не буду уважаемые друзья сегодня подводить итог оставлю за вами право решать стоит ли эти аппараты своих денег или нет но на сегодня все и как всегда я не прощаюсь с вами уважаемые друзья а говорю до следующего обзора на канале new technology не уходите от нас обязательно подпишитесь тех кто еще не подписался не забыв нажать на колокольчик чтобы быть в курсе последних новинок ставьте лайки комментируйте и оставайтесь с нами с вами была юля и канал new technology всем пока пока